Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Пятница, 16 часов и 10 минут. Обычно по пятнице мы обсуждаем, подводим точнее, итоги недели. И много интересных событий было в общественной жизни. Тем более, что 1 мая – это День солидарности трудящихся, который на самом деле стал таким днём обращения внимания на те проблемы, которые имеются у нас в области прав человека. Сегодня в гостях юрист Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин, который, я знаю, один из помощников и евродепутата Мирослава Митрофанова, если я не ошибаюсь. Именно так. Спасибо за приглашение. Да. Я знаю, что вы тоже участвовали в этой манифестации, которая получилась довольно многочисленной, 1 мая, в защиту прав учиться или права учиться на родном языке. И вот всё-таки, что вы хотели добиться, или вообще, что участники манифестации, на ваш взгляд, хотели добиться вот этой манифестации? Сейчас главное – организовываться и показать нашу волю наличия спроса на русский язык. В образовании, да. В первую очередь в образовании, потому что, к сожалению, Конституционный суд Латвии на прошлой неделе показал, что он не прислушивается к международным обязательствам Латвии, поэтому одних юридических методов мало. Главное именно воля людей, гражданского общества, способность отстаивать свои интересы. Вот к международным обязательствам мы ещё перейдём. Ну вот интересно, что когда, я думаю, вы тоже, наверное, прочитали вот это заключение или вердикт приговора Конституционного суда, то там сказано, ну вы понимаете, какая ситуация. Ведь речь не идёт о закрытии учебных заведений, которые осуществляют эту вот программу билинговального модели образования. И вообще там даже сказано, что представители нацменьшин смогут изучать свой родной язык, традиции, культуру. Поэтому, как бы, вот их никто не решает права на изучение родного языка. Что вы можете сказать, не знаю, как юристы, как общественные дети? С одной стороны, с латвийской. Конституционный суд – это основной авторитет по тому, как толковать Конституцию Латвии. И здесь, само по себе, его слово обычно является окончательным. Вопрос в том, что почему-то слова суда меняются. 15 лет назад было похожее дело по предыдущей реформе образования. Вот я как раз об этом хотел спросить, да. Тогда Конституционный суд указал, что отношение к ученикам, для которых и родной язык латышский, или другой язык, должно отличаться. Сейчас он просто не заметил этого обстоятельства и анализировал обязательства Латвии совсем иначе. Здесь он будет говорить, что суд решает, что такое Конституция Латвии, но еще более проблематичный вопрос – другой, по международным обязательствам. Тут суд отметил, что новую реформу Шадурскиса и компании критиковали и эксперты ООН, и эксперты Совета Европы в прошлом году, но сослался на то, что сказали ему из МИДа и из бюро омбудсмена. Мол, у судей, у экспертов ООН и Совета Европы не было всесторонней информации. Хотя как раз МИД и омбудсмен подавали информацию и в ООН, и в Совет Европы. Так что, если какие-то аргументы в пользу властей Латвии были, то именно они и должны были их представить. Да, но не были представлены. Были представлены, но не убедили ООН и Советы Европы. Видимо, больше там прислушались к альтернативному мнению общественных организаций, в том числе нашего Латвийского комитета по правам человека. Мы готовили доклад совместно с Владимиром Бузаевым, и я представлял его в прошлом году в Женеве. Я помню, что даже по этому поводу, я так понимаю, что было недовольство определенных сил, что как же так вы пытаетесь каким-то образом дискредитировать страну? Да, в этом году, правда, без упоминаний фамилий, названий организации, но Бюро по защите Конституции и Полиция Безопасности снова выпускают свои доклады, и Полиция Безопасности, и теперь Служба Госбезопасности пишет, что какие-то правозащитники в кавычках дезинформируют общественность международную о ситуации в Латвии. А как вы, в принципе, дезинформируете общественность? В чем ваша позиция, ну, юридическая, правовая, расходится с официальной позицией? Вы искажаете там законы или что-то придумываете? Мы опираемся, в первую очередь, на международные договоры, поскольку латвийские законы действительно жестко сужают права, в первую очередь, национальных меньшинств, неграждан. Мы упираем на то, что сама Латвия взялась выполнять, например, Конвенцию о правах ребенка, в которой говорится о праве каждого ребенка на гражданство. Сама Латвия взялась выполнять Конвенцию о защите нацменьшинств, которое предусматривает не только преподавание родного языка как предмета, но и обучение на нем. Да, вот тоже интересный такой момент. Я понимаю, что рассмотрение исков родителей по поводу частных школ, это еще впереди, да, но ведь интересно, что вот упомянутая вами рамочная конвенция гласит, что, по крайней мере, сами нацменьшинства тоже имеют право создавать свои учебные заведения. Но я так понимаю, что попытка государства жестко вмешаться и регулировать вот эти пропорции языковые в частных школах, а теперь уже и в вузах, но это же, по-моему, входит в грубое противоречие с рамочной конвенцией, или я что-то не так понимаю? Это верно, и более того, я скажу, и в детских садах теперь, с этого 19-го года тоже вводится в старших группах преподавания, в основном на латышском, и это относится и к частным садам. Судя по международным нормам, да, это недопустимо, лишение нацменьшинства свободы выбора, но, к сожалению, сейчас суд показывает, что он не прислушивается к международным обязательствам, поэтому непонятно, каким будет решение. Да, но вот тоже интересно, на самом деле. А ведь, когда идут дискуссии о том, о расширении, вот скажем так, количества предметов, которые преподаются на латышском языке, в том числе теперь уже и в детских садах, вот сторонники такого, ну, облатышевания, это в какой-то степени так можно сказать, они говорят, вы понимаете, какая ситуация, но ведь большинство родителей, в принципе, за, потому что ребенок лучше осваивает государственный язык, вот прямо с детского сада, ему будет в школе легче, потому что раз уже из первого по шестой класс, по-моему, с первого сентября, если не ошибаюсь, этого года будет пропорция 50 на 50, ну, логично, что мы должны подготовить ребенка к первому классу. Вот получается такой заколдованный круг, что сначала в средней школе, потом в основной, теперь в детских садах вводится все больше уроков на латышском обязательных. Проблема здесь именно в качестве обучения, потому что педагогические истины известны и экспертам ЮНЕСКО, и Организации безопасности и сотрудничества в Европе, что учиться для детей в детском саду, в начальной, основной школе лучше именно на родном языке. Поэтому эта проблема не только для свободы выбора, но и для того, чтобы люди лучше усваивали учебный материал. Что касается отношений родителей, то не общественные организации родительские не выступали за такую реформу и не просили о ней, и не выходят на улицы в поддержку мероприятий нашего правительства. И говорят о том, давайте еще больше пропорции сделаем, да? Александр Кузьмин, у нас в студии 6212-939-672-13-939, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Вот те, кто настроены пессимистически по поводу вообще будущего, не знаю, русского образования, они говорят о том, что рубят хвост по кусочкам, но в принципе результат будет один. Школы нацменьшинств де-факто прекратят свое существование. Может быть, условно, в кавычках, вывеска останется, но по существу все преподавание будет только на латышском языке. В худшем случае будут факультативы, где можно будет свой русский язык, к примеру, литературу изучать. Ну, в совсем еще таком благоприятном варианте останется там русский язык, литература как предмет, может быть, не знаю, раз в неделю. Во-первых, есть опыт других стран, где национальные меньшинства бывали в худшем состоянии, чем сейчас русскоязычное сообщество в Латвии. Это, например, баски-каталонцы в Испании, где при Франко были закрыты баски-каталонские школы. Сейчас они восстановлены и работают снова. Также, скажем, в Великобритании, в Уэльсе теперь есть снова образование на валийском языке, при том, что валийцев меньше, чем русскоязычных жителей Латвии. Главное тут наличие воли или самих людей. Снизу, действительно, на уровне государства ситуация тяжелая, поэтому нам нужно, чтобы активнее свои полномочия в области прав человека использовал Европейский Союз. Многое зависит от того, кто будет в Европарламенте после майских выборов. Нет такого ощущения, что, ну, по существу, русскоязычные жители Латвии оказались заложниками такой геополитической ситуации. Мы знаем общий фон отношений между Россией и Европейским Союзом. Так это я мягко говорю. И когда о своих правах заявляют представители, к примеру, русскоязычного меньшинства, то те же европейские структуры, не знаю, Совет Европы, ОБСЕ, Европейский Союз могут сказать, ну, мы же знаем, это, видимо, пятая колонна, но какие им еще права нужны? Такие аргументы неформально используются. Действительно, бывают проявления двойных стандартов, когда Совет Европы вступает, например, за венгерские школы на Украине, но не замечает проблем, связанных и именно с русскими школами в Балтии. Что здесь нужно? Требовать того, чтобы к каждому европейцу относились по равным условиям. Если, скажем, немцы в Италии могут учиться на родном языке или датчане в Германии, то эти нормы должны быть по всему Европейскому Союзу. Он провозгласил права нацменьшинств одной из своих ценностей. Это правда. 6212-39, пока мы ждем звонок, может быть, еще такой вопрос, который хотел задать вот в этой первой части. Еще есть такое мнение, что ситуация могла бы развиваться по более благоприятному сценарию, если бы против такой реформы, без дискуссии, без учета мнения специалистов, которые сами в этих школах работают, и без учета мнения родителей, если бы более активными были учителя и директора школ. Или они просто заложники всей этой системы? Мы видим, что заранее, еще до подачи в 2017 году законопроектов о нынешней реформе в Сейм, были приняты другие изменения в закон в образовании, так называемые поправки о лояльности, с очень расплывчатыми требованиями к лояльности государству и Конституции. Что это значит неясно, но уволить человека можно сразу. Поэтому учителя в сложной ситуации, и вполне понятно, что мало кто из них публично протестовал. То есть, в принципе, и на это не нужно рассчитывать, да? Это зависит от нас, можем ли мы защитить тех, кто будет подвергаться преследованиям. Потому что пока что работа этих поправок не столь уж активна. Они используются только как метод запугивания. Никого на практике не уволили. Да, у нас есть звонок. Мы, я думаю, успеем принять звонок в первой части. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Вы знаете, есть такая притча. Отец перед смертью дал своим сыновьям веник связанный. Сказал, сломайте. Они его не сломали. Он веревочку снял и дал каждому попрутику. Они этот велик весь попрутиком разломали. Вот если у нас вот так сейчас русские организации будут отдельно, то ничего не получится. И потом, почему молчат украинцы, поляки, еще там кто-то? Ведь они же тоже в таком же положении, как и русскоязычные. Вот это непонятно. Спасибо. С польскими школами хитрость та, что в законе предусмотрено на официальных языках Евросоюза, преподавать можно. Нацелены изменения именно против русского, белорусского, украинского. Белорусская и украинская школы только по одной в Риге. Что касается русских организаций, то недостаточно координации, но она все-таки растет. И многие организации приходили 1 мая на митинг, о котором упоминался, в защите русских школ. Перед этим призвали к совместному сопротивлению на конференции организаций российских соотечественников. Уже этой весной в Доме Москвы. Давайте еще сразу в догонку один звонок примем в первой части, до перерыва. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут. Да, пожалуйста. Всех привет. Хороший весенний день. Холодный, правда. Вы знаете, ситуация. У меня всегда очень... Когда наши политики, скажем так, пытаются отстаивать права, наши права, да, за школу, то обычно какая-то аргументация не совсем внятная у них. Но я думаю, что это просто как совет, может быть, поможет. Давить надо на то, что... Дело в том, что русские и белорусы, если не говорить про эстонцев, там, и литовцев, мы являемся традиционным этническим меньшинством для Латвии. И вовсе не со времен староверов, а гораздо дольше. Потому что неспроста нас не русскими называют в латышском языке, а мы криви, да, то есть по имени, собственно говоря, древнеславянского, ну, славянского племени, да, по имени кривичей. И при граничии мы всегда пересекались, то есть, например, этнографические какие-то, да, культурные находки Балтов вплоть до Ярославля в России. Соответственно, и здесь существуют славянские. Просто на это никто не давит. Мы являемся традиционным этносом, населяющим данные территории. Может быть, не ближе к морю, ближе к востоку, как, например, моя фамилия, да, мы там из Розыгнского края, да, то есть, но мы местные, и никогда не жили в России никто. Если и не староверы при этом, да, то есть, как-то так. Спасибо. Может быть, как-то больше давить на вот эту вот историческую коннотацию, да, подтягивать научные работы, то есть, обосновывать с этой позиции, а не с позиции, что нас бьют. А, кстати, по поводу образования, маленькая ремарка. Вы знаете, да хоть на марсианском нас будут учить, качество-то образования, ну, совсем никакое. Что на русском, что на латышском. Я специально учебники сравнивал, да, но это беда какая-то. Вот этот вопрос тоже надо поднимать. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Я совершенно согласен с вами, что качество образования – это проблема, которая касается не только языка. Есть и проблемы с учебниками, просто с фактическими ошибками в их содержании. В этом плане я скажу, что в конце марта проводилось второе уже Вселатвийское родительское собрание. При поддержке штаба защиты русских школ и Русского союза Латвии на нем как раз было принято специальное обращение К министерство образование не по языку, язык – это вопрос теперь к Сейму, А по учебникам и по проблеме того, что поспешно вводится так называемое компетентностное образование не как эксперимент в отдельных школах, а сразу для всех. Естественно, что при этом возникают уже проблемы с подготовкой новых методик и с результатами по этим методикам. А то, что вы говорили про традиционное меньшинство – это тоже верно. Можно спорить, с какого именно момента считать начало русского присутствия в Латвии, но так или иначе оно было и до независимости, и русские школы в Риге работают с XVIII века, с XIX века русский театр, выходят русские газеты, радио, правда, только с XX. Да, но тем не менее, как мы видим, все это было, поэтому говорит о том, что вдруг внезапно появилось какое-то требование, наверное, совершенно неправомощно, потому что это образование здесь все время было. И спрос на него, кстати, есть. И сами латыши в начале XX века, в революцию V года, боролись справедливо именно за образование на родном языке своего меньшинства в стране, где был один государственный язык – русский. Это справедливо, и когда было создано Латвийское государство, в первый же год его существования был принят закон о языке, предусматривавший школы и на русском, и на немецком, и на идиш. Да, и на латышском, само собой, да. Конечно. Да. Вот интересно, почему у нас идет такой, конечно, откат. Вот многие надеялись, что вот все это предвыборная риторика, ну, я имею в виду все эти реформы господина Шадрускиса, запущенные в прошлом году. Вот пройдут выборы, ситуация успокоится, и, может быть, не надо ее эскалировать. Как вам кажется? Вот выборы прошли, ситуация успокоилась? К сожалению, нет. И, что еще важнее, она не успокоится завтра, потому что послезавтра, через два года, будут новые выборы, и таким правящим партиям, как национальное объединение, единство… То есть, закручивание гаек продолжится, да? Понадобится преподнести новые успехи по борьбе с якобы самодостаточностью русского языка, о которой они говорили в Конституционном суде, и снова урезать возможности использования русского языка. Микс Ньюс. Еще раз добрый день, Александр Кузьмин на студии, юрист Латвийского комитета по правам человека. Вот если мы вообще сделаем такую ретроспективу, у вас большой опыт и работа в Латвийском комитете по правам человека, если не ошибаюсь, вы, по-моему, были депутатом Рижской думы. Да, был с пятого по девятый год. Да. Все-таки вот так, если ретроспективно посмотреть и попытаться, не знаю, может быть, какую-то наш разговор, если это возможно, какую-то долю оптимизма добавить, есть какой-то вот, хоть какая-то позитивная динамика вот в области обеспечения прав на спиншин за последние, там, не знаю, ну, будем говорить, за последние 15 лет, с того момента, когда Латвия вступила в Европейский Союз, как раз буквально на днях мы отмечали 15-летие, что-то изменилось? Вот хоть одна какая-то острая проблема решилась, связанная, не знаю, с массовым безгражданством и так далее? Проблема безгражданства решается. Число неграждан резко сократилось. Теперь это примерно 220 тысяч человек. Но большинство этого сокращения, к сожалению, это или смертность, или эмиграция. То есть, по существу не решается конструктивно, да? То есть, естественным путем, скажем так, да? К сожалению, только меньше тысячи человек в год получает гражданство путем натурализации. Это показывает, что проблема не может так решиться. Сейчас есть предложение о том, чтобы предоставлять новорожденным гражданство с момента рождения, но только со следующего года. Однако это коснется нескольких десятков человек в год. То есть, это не решает никаким образом эту проблему, мы же понимаем, да? Это стремление ее перенести на несколько десятилетий вперед, что есть хороший пример именно в начале этого периода, когда десятки тысяч людей, выйдя на улицы в 2003-2004 году, вынудили правительство и парламент вдруг поменять свою точку зрения и поменять уже принятый закон. Это к настроениям и безнадежности, что мог закон принят, подтвержден судом, опыт показывает, что власти могут пойти на уступки, когда люди протестуют, и то, что люди протестуют активнее тогда, когда проблема надвигается ближе. Поэтому, если сейчас 1 мая на митинг, организованный Дмитрием Шандыбиным, активистом Русского Союза Латвии, пришло 5 или 6 тысяч человек, больше будет протестов явно осенью и в следующем году, потому что с 1 сентября начинается введение нынешней реформы. Сейчас, можно сказать, подготовительный этап, когда надо координировать усилия, связывать свои силы разным организациям и людям независимым. К счастью, это было и 1 мая. На митинг приходили самые разные люди, не только партийные деятели, но, например, беспартийный Даги Караев выступал. Вот интересно, что еще, особенно после решения Конституционного суда, целый ряд экспертов предупредили, что вот с введением вот этой новой реформы, языковой прежде всего, плюс еще на нее наложится, видимо, реформа содержания образования, все это приведет к тому, что тем родителям, которые есть на это средства, придется нанимать все больше репетиторов, чтобы хоть как-то сохранить вот это качество или уровень образования. Это связано еще и с тем, что ограничения вводятся, посмотрим, насколько они сохранятся еще и для частных школ, даже у тех, у кого достаточно денег на частные школы, проблемы все равно возникают. Вот один из аргументов, сторонников вот этой жесткой реформы, в том числе и господин Шадовский об этом говорил, он говорит, что понимаете, это все на ваше благо, потому что тем более высоким будет уровень владения латышским, профессиональным в том числе, а не только как язык как таковой, тем вот лучше будет там, не знаю, сложится карьера. Вы согласны с этим? Нет, не согласен, потому что это ссылка на некоторые отдельные слабые школы. Да, у отдельных школьников оказалось недостаточное знание латышского языка, но еще десятки лет назад нормальные школы русские, без даже предыдущей реформы 2004 успешно готовили школьников, как меня самого, к тому, чтобы учиться в ВУЗе на латышском языке, или, это касается и латышских школ, на английском языке. Это показывает, что необязательно учить предметы на каком-то языке, чтобы потом на нем учиться в ВУЗе. И, кроме этого, важна, конечно, и свобода выбора. У тех, кто хочет учиться на латышском, такая возможность всегда есть. Ну да, более того, я так понимаю, что, по крайней мере, до сегодня были различные билингвальные модели, и где школа совместно с учащимися родителями решала, какая модель для них более приемлема, да? Сейчас вместо родителей и педагогов решение принимает совсем не педагогический состав Сейма. И я так понимаю, что вообще возможности для какой-то самостоятельной деятельности школ, они автономии резко ограничены, да? Автономия школ – это именно то, что в прошлом году предлагалось. Был подан такой законопроект от Русского Союза Латвии, но суд Латвии счел, что это противоречит Конституции, ее основам, заложенным в 2018 году, хотя такая школьная автономия работала с 2019 года по 1935 год, и если действительно принятая ныне преамбулок Сатверсма – это некие вечные ценности, которые были в незаписанном текстуальном виде в 2018 году, то как-то получается, что раньше школьная автономия им соответствовала. Да, давайте примем звонок. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Слушайте, я как-то хотел бы, чтобы ваш гость либо пояснил, либо опроверг. Вот он вначале сказал, что, получается, правительство Латвии, введя вот эти новые реформы в образовании, нарушило целый ряд международных коммерций, к которым Латвия присоединилась. Второй момент. Суд признал эти нарушения правильными. Почему же тогда ваш гость говорит, что родители должны ходить на демонстрации протеста и заставлять правительство изменить вот это вот положение? Почему? Надо правительство заставить все изменить, а не людей ходить куда-то на мете. И, по-моему, если я правильно понял вашего гостя. Спасибо. Чуть-чуть поясните. Чтобы заставить правительство и Сейм изменить закон, как показал опыт, одних исков в суд недостаточно. Большинство голосов в Сейме у нацменьшинств не будет просто по арифметическим причинам. Поэтому главный инструмент наш – это самоорганизация, показ воли родителей спроса на русский язык на улицах. Скажем, это был ответ из самого свежего и на инициативу о сносе памятника освободителям Риги. Полтора года инициаторы сноса собирали 11 тысяч подписей, но после этого была подана ответная петиция, когда они собрали необходимые 10 тысяч. И эта петиция за авторством Татьяны Жданок собрала больше 21 тысячи подписей. Да, при том, к сожалению, комиссия Сейм по мандату вот эту вторую петицию отклонила. Да, интересно, что отклоняют петицию, которую поддержало гораздо больше людей за гораздо меньшее время, но этот факт, это аргумент, после которого на заседании этой комиссии, где я присутствовал, депутаты от правящих партий стали говорить, что надо, мол, не сносить памятник, а как-то устроить возле него экспозицию с правильным идеологическим содержанием, потому что они понимают, что в народе есть сопротивление, снести памятник не удастся. То есть вы, в принципе, не верите в то, что радикальные силы могут проголосовать за снос памятника? Сейчас это им не позволит и, в первую очередь, сопротивление людей, которым они уже знают, и договоренность с Россией. То есть имеется в виду межгосударственное соглашение? О защите памятников. Да. Еще один звонок, наверное, примем. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Ну, в общем, понятно и было бы смешно это отрицать, что и вопрос закона об образовании, и вопрос сноса памятников, и вопрос языка в детских садах – это не вопрос об образовании или карьере. Это вопрос постановки на место русской общины Латвии. Это ясно с самого начала. То есть мы помним ту фразу, которую так и не могут найти автора. Нам не важно, на каком языке или как хорошо вы будете знать латышский язык. Нам важно, чтобы вы знали свое место. Так вот, все эти действия – это именно постановка русских на место в Латвии. Почему тогда, у меня вопрос к вашему гостю, почему такая беззубая реакция? То есть там 3-5 тысяч, ну, то есть ни о чем. Что Ушаков когда вызвал, когда его в отставку отправили, то есть там максимум 5 тысяч удается набрать. В чем проблема? Почему нет вот о чем говорит ваш гость вот этой самоорганизации? Ведь топчут, фактически в землю заколачивают. Спасибо. Спасибо большое. Вот и такой вопрос. Мне просто кажется, что люди настолько разобщены, у каждого свои какие-то проблемы, интересы, да? Я бы добавил, что еще проблема, конечно, то, что многие молодые, особенно люди, уехали из Латвии просто. Но мы видим, что сопротивление есть. А почему оно сейчас не так великом? Главная причина, я думаю, то, что мы видели давно, в 1998 году, когда принимали закон об образовании, тоже массовых протестов не было. Но с постепенным вводом в действие той реформы, к 2003-2004 году, люди почувствовали, что она действительно ухудшает процесс обучения, и протесты стали массовыми, и заставили власть изменить закон. Поэтому, да, наше дело нельзя выиграть за один день. Сегодняшние протесты, сегодняшние митинги, выборы – это далеко не последний шаг. Десятки лет приходилось бороться и в других странах Европы. То есть, такие прецеденты уже были, да? И видно, что есть шансы, и в более тяжелых ситуациях, чем наши, надо упорно, долго бороться за свои права. Никто прав не дает, их берут. Да. Вот говоря о международном опыте, ведь очень часто мы слышим из уст разных сторонников такой радикальной реформы, что вот, Латвия чуть ли не уникальная страна, ну, где еще вот в Европе можно обучаться на стольких языках, это что такое, что это за пережитки советского времени, вот с этими советскими школами надо заканчивать. Но я так понимаю, что в очень многих странах Европы есть обучение за государственный или муниципальный счет вот у нас меньшинство. Ну, что касается таких больших сообществ, как русская община в Латвии, то таких общин довольно мало, но там, где они есть, как франкоязычное меньшинство в Бельгии, конечно, их язык является государственным. Но даже если не говорить про государственные языки, то во многих странах есть образование на языках нацменьшинств, как, скажем, в Германии на датском и, наоборот, в Дании на немецком, в Испании на баскском и каталанском. А для нас, пожалуй, самые близкие аналогии – это страны унитарные, не федеративные, где один государственный язык. Это такие страны, как Италия, как Словакия, Румыния. Но там есть в Италии немецкие школы, в Словакии и Румынии венгерские школы. И тоже ситуация похожа потому, что многочисленное меньшинство в независимом государстве оказалось в результате изменения границ, как у нас в 1918 году, когда была разделена Венгрия в 1919-1920 году. После Первой мировой войны Австро-Венгрия была вынуждена отдать Южный Тироль Италии. Но люди остались там, и они учатся на родном языке. Да. Еще один звонок, я вижу, у нас есть. Мы сейчас его примем. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо вам. Затем, скажите такой вопрос. Почему такое лукавство, когда называют русские школы школам национальных меньшинств и именно русского национального меньшинства? Ведь русские школы объединяют под своей крошей армян, азербайджан, евреев, русских, казахов сейчас, узбеков. Русский язык в Латвии – это язык межнационального общения. К сожалению, латыши остаются в одной части, а все остальные нации объединены под крышей русского языка. И он для них остается языком межнационального общения, как английский, допустим, в Европе, так и русский до сих пор. Это тот язык, который используют. Почему все время говорят вот эти русские, вот эти русские, вот эти оккупанты русские? Это же язык очень многих наций. Мы не лишаем русских обучения на родном языке. Мы обучаем очень многих людей, которые выбрали целыми семьями русский как язык своего общения. Вот это меня… Это какое-то… Это недоговаривается что-то. И в Европе также представляют… Вот эти русские, они приехали, и люди буквально представляют эту группу русских, которая приехала через границу и устанавливают свои порядки в Латвии. Но это же… Это же неправда. Это же неправда. Спасибо. Спасибо. В Латвии русскоязычные, русскоговорящие действительно более широкое понятие, чем только русские по национальности. Если говорить юридическим языком, близким мне, то наша русскоязычная община – это так называемое языковое меньшинство. В 92-м году сама Латвия поддержала в ООН декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или языковым меньшинствам. Но почему мы больше говорим действительно о русском национальном меньшинстве? Потому что эта декларация – лишь рекомендательный документ. А в обязательных международных документах речь идет про национальные меньшинства. Есть специальная конвенция Совета Европы о национальных меньшинствах. Да. Может быть, завершая, вот так быстро у нас время идет, вернемся чуть-чуть, несколько слов к памятнику. Вот одно из предложений депутатов Сейма из мандатной комиссии, ну и справящих, естественно, было. А вот давайте мы не будем сносить, ну вот кроме экспозиции, о которых упомянули Александр, они еще сказали, а давайте мы его переименуем. Кстати, клуб из депутатов от Верховного Совета, так называемый, клуб 4 мая собрал пресс-конференцию позавчера и сказал, что да, надо его переименовать вот в памятник оккупантам. Это что-то поменяет? 9 мая люди не пойдут к памятнику, если его переименуют? Во-первых, люди сами решают, как называть памятник между собой. Да. И тот же памятник неформально, чаще всего называют памятником Победы. Ну, кроме того, я добавлю, что такое переименование было бы уже и нарушением договора между Латвией и Россией о защите мемориальных саморужений. Это даже, то есть фактически тогда Латвия может просто нарушить вот это межгосударственное соглашение. Да, и в Сейме представители Министерства иностранных дел предупреждали депутатов о том, что есть обязательства перед партнером России, которые Латвия приняла на себя в обмен на выводы российских войск, и что эти обязательства требуется выполнять. Может быть, такой последний вопрос. Вот вы несколько раз повторили в процессе нашей беседы такую, мне кажется, ключевую фразу о том, что, ну, многие нацменьшинства боролись за свои права, в том числе за права в образовании десятки лет. Значит ли это, что и русскоязычное население, ну, должно набраться терпения и понимать, что это очень длительный процесс борьбы? Да, это процесс не на годы, как минимум на десятилетия. Даже так. Это показано опытом других нацменьшинств, которым приходилось долго бороться в своих странах. Это проблема, характерная для многих государств. Ну, что я добавил бы, что здесь важно добиваться большей роли союза, европейского союза, потому что для союзных государств характерно, что на уровне государства-члена, как Латвия, отношение к нацменьшинствам более предвзято. На уровне союзным больше надежд на справедливое нейтральное отношение. Нам нужен более сильный европейский союз. Вот многие не понимают, да, причинно-следственная связь. На самом деле, все равно мы часть Европейского союза и без, не знаю, без Брюсселя вряд ли удастся решить какие-то проблемы. Поэтому, хотя люди часто не любят ходить на европейские выборы, это все же имеет смысл. Я понимаю, что это кажется далеко, но от этого зависит наша жизнь. Да, хорошее напоминание. В завершении нашего эфира Александр Кузьмин был у нас в студии. Большое спасибо. Спасибо вам.